Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаевской центральной городской районной больницы на финишной прямой и в республиканской столице продолжится обновление камер видеонаблюдения в школах и детских садах. Далее подробно об этих и других темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Марат Хуснулин поручил Минстру до 15 февраля совместно с субъектами России утвердить планы восстановительных работ на текущий год. В ходе выступления временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин обратился к вице-премьеру с просьбой оказать поддержку в подготовке заявок на участие в 8-м всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в котором новые регионы примут участие впервые. Марат Хуснулин поручил главам субъектов, взявших шефство над новыми регионами, оказать им поддержку в формировании конкурсных заявок. В Карачае-Джекесе отмечен высокий уровень социальной догазификации. Это отметил и генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густав в ходе состоявшейся двусторонней встречи с главой республики Рожидом Тимрезовым в рамках рабочего визита. Стороны обсудили вопросы, касающиеся газификации региона, программу социальной догазификации и платежной дисциплины. Отмечено, что в целом в республике обеспечен высокий уровень газификации, который за последние 10 лет вырос с 70 до 83%. Все мероприятия программы по газификации республики до 2025 года, которая была подписана Рашидом Тимрезовым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, выполняются по графику. Сергей Густав отметил высокую платежную дисциплину. Стопроцентный расчет за потребленный газ в Карачае-Джекесе, назвав данный показатель лучшим по Северокавказскому федеральному округу. В регионе также хорошие результаты по социальной догазификации, которой уже воспользовалось более 3 тысяч жителей. А в связи с признанием программы бессрочной, объем подлежащих догазификации домовладений увеличится с текущих 5630 почти до 14 тысяч потенциальных потребителей. Для этих целей в республиканском бюджете предусмотрено 25 миллионов рублей. Кроме того, 9 категорий граждан могут получить льготы на приобретение внутридомового оборудования по социальному контракту. Итоги газификации Карача-Джекеси были детально обсуждены на совещании под председательством главы региона Рашида Тимрезова и генерального директора «Газпром» Межрегионгаз Сергея Густава. В нем приняли участие члены республиканского правительства и специалисты газовых компаний. Говорили на совещании и о планах по дальнейшей газификации населенных пунктов Карача-Джекеси. Будет построено еще 372 километра распределительных сетей. Вновь газифицированы будут 25 населенных пунктов. Обеспечена техническая возможность газификации еще 8,5 тысяч домовладений. И 30 котельных перейдут на природный газ. В соответствии с планографиком синхронизации на 2022 год завершены все работы, которые были с программой 21-25. Я хотел бы напомнить о том, что еще 10 лет назад уровень газификации Карача-Джекесской республики был ниже 70%. Выше, чем в среднем по Российской Федерации. И здесь я хотел бы, уважаемый Сергей Владимирович, сказать и среди слова благодарности председателя управления ПАО «Газпром», Алексей Борисович Миллеров, всей команды «Газпрома». Здесь сегодня у нас присутствуют и Арсен Аланович, и ваши заместители Роман Алексеевич Юрий Литаревич, которые на самом деле во многом нам всегда помогают и поддерживают. И в продолжение этой темы. В настоящее время поставка газа осуществляется 118 тысяч абонентам физлицам Карача-Джекеси и 2 тысячам юридических лиц. В регионе компании «Газпром» реализуются три масштабных социально значимых для республики проекта. Это программа развития газоснабжения и газификации, а также программа социальной газификации. Третьим проектом является социальная программа «Газпром. Детям», в рамках которой на территории республики построены более 10 плоскостных спортивных сооружений, а в настоящее время завершается строительство спорткомплекса в ауле Хабес. Вместе с тем, в текущем году стартует строительство сразу двух больших газопроводов – межпоселкового газопровода в Учкуланском ущелье протяженностью 85 километров и газопровода до Джамагатского ущелья. На сегодняшний день ведется разработка проектной документации для строительства еще трех межпоселковых газопроводов, которые позволят газифицировать 9 населенных пунктов в Урупском районе. Продолжится и развитие газовой инфраструктуры в населенных пунктах тибердинского направления. Будут построены распределительные сети в аулах Верхняя Тиберда, Нижняя Тиберда, Новая Тиберда и самой Тиберде, что позволит начать в этих населенных пунктах мероприятия по социальной догазификации. В соответствии с утвержденным проектом корректировки программы развития газоснабжения и газификации Карача-Черкесии, на период 2021-2025 годы будут газифицированы 25 населенных пунктов, в которых проживают более 23 тысяч жителей республики. Члены правительства Карача-Черкесии посетили Карача-Центральную городскую районную больницу, которая готовится к открытию. Заместитель председателя правительства республики Ирина Гербекова и министр здравоохранения Казим Шаманов вместе с мэром Карачаевска Маратом Урусовым и главным врачом больницы Тамарой Байрамуковой осмотрели новое помещение и прилегающую к ней территорию. Приняты необходимые административные решения по вопросу создания условий для работы учреждения по системе бережливая поликлиника, а также ландшафтному дизайну территории. Здание больницы общей площадью 9365 квадратных метров рассчитано на 350 посещений в смену. Возведено современное четырехэтажное здание, три наземных этажа и подвал. Подведены все необходимые коммуникации. В новом здании будут располагаться взрослая и детская поликлиники, а также женская консультация. Здесь также введена в эксплуатацию новая котельная, рассчитанная на обеспечение потребности в тепле и горячем водоснабжении не только строящейся поликлиники, но и всего комплекса сооружений, расположенных на территории городской больницы. Новые электрокардиографы получила поликлиника Зеленчукской центральной районной больницы в рамках нацпроекта здравоохранения. Техника эта высокоточная и может работать в условиях повышенной нагрузки, к тому же компактная, весом не более полутора килограмм. Информацию комментирует главный врач больницы Анатолий Величко. Новое оборудование повышает возможности первичного звена здравоохранения. На данном этапе это основное то, что нам нужно, потому что профилактика и предупреждение болезни более значимы по своей эффективности, чем уже лечение тяжелых или запущенных случаев. Благодаря программе по переселению из сейсмически неустойчивого жилого фонда в Черкесске в этом году жильцы нескольких домов получат новое жилье. В прошлом году по этой программе было переселено 190 семей. Приводить обветшавшие здания в порядок экономически нецелесообразно, и потому жильцов переселяют в новостройки в северном микрорайоне Черкеска, рассказал заместитель мэра города Заур Тугов. На сегодняшний день управлением жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Черкеска проводится визуальный осмотр порядка 40 домов, расположенных на территории города Черкеска. После того, как при визуальном осмотре выявлены наличие сейсмоннеустойчивости дома, заказывается заключение экспертной организации, которая уже дает свое юридическое заключение. В случае, если дом признается сейсмоннеустойчивым или экономически нецелесообразным для восстановления, данный дом включается в постановление мэрии, подлежащим к переселению. Мэрия города Черкеска в декабре 2022 года дан старт к переселению жильцов и нанимателей многоквартирного дома, расположенного по адресу Гутякулова, 5, по которому на сегодняшний день ведется прием документов, заявлений, которые впоследствии будут выведены на комиссию уже для заключения договора мены с нанимателями и собственниками данных жилых помещений. В рамках реализации программы по переселению жильцов и нанимателей многоквартирных домов, которые попали в программу переселения, это те дома, сейсмонсиление которых невозможно или экономически нецелесообразно, ведется мэрия муниципального образования города Черкеска с 2020 года. На сегодняшний день практически реализована программа по переселению собственников и нанимателей семи многоквартирных домов. Это дома расположены по улице Крайняя, 41, Октябрьская, 12, Октябрьская, 14, Крупская, 73, Зеленая, 42А, Тимиденко, 155 и Даватора, 58. До 2025 года в многоквартирных домах республики старше 25 лет заменят все лифты. В текущем году замена лифтового оборудования будет проведена в шести многоквартирных домах, которые расположены в Черкесске и Узджигуте. В частности, в домах по Ленина, 85, Красноармейской, 57, Интернациональной, 16, Космонавтов, 15 и Калантеевск, 18, Республиканской столицы, а также и в поселке Московском в 47-м доме. В этом году в республиканской столице продолжится и обновление камер видеонаблюдения в школах и детских садах Черекеска, а также улучшат систему освещения образовательных организаций. Современные камеры в замену устаревших появятся в детсадах номер 18 «Звездочка» и номер 19 «Юные капитаны». В прошлом году видеонаблюдение установили в пяти детских садах – номер 7 «Огонек», номер 10 «Орленок», в 11-м «Красная шапочка», в 21-м «Василек» и в 35-м «Росинка». С 2019 года такие мероприятия были проведены в 35 дошкольных и общеобразовательных учреждениях Республиканского центра. Специалисты филиала Россети «Северный Кавказ» Карачаево-Черкеска «Энерго» в прошлом году пресекли 165 фактов неучтенного потребления электроэнергии на сумму 48,5 миллионов рублей. Общий объем незаконно использованного энергоресурса составил более 13 миллионов киловатт-часов. Это сопоставимо с энергопотреблением в течение двух месяцев всего Карачаевского района, где проживают более 30 тысяч человек. Наибольший ущерб в результате хищения электроэнергии филиалу нанесли потребители в зоне ответственности Адыгихабльских, Малакарачавских, Прикубанских, Урупских и Узжигутинских районных электросетей. Здесь 104 физических и юридических лица в обход приборов учета использовали энергоресурс на сумму почти 43 миллиона рублей. В отношении всех недобросовестных абонентов, которые допустили вмешательство в нормальную схему электроснабжения, составлены акты неучтенного энергопотребления. Материалы по выявленным фактам также переданы в правоохранительные органы республики для применения мер административного воздействия. Чуть более четырех месяцев осталось до начала итоговой аттестации в виде ГИА и ЕГЭ. Выпускники девятых классов должны будут сдать четыре экзамена. Это обязательные к сдаче русский и математика, а также два любых предмета на выбор. Для них срок подачи заявления на сдачу итоговой аттестации заканчивается 1 марта. Выпускникам одиннадцатых классов предстоит сдать два обязательных экзамена. Это русский язык и один из двух уровней математики – базовую или профильную. Плюс в заявлении необходимо указать другие предметы, которые понадобятся выпускнику для поступления в ВУЗ. Выпускники с ограниченными возможностями здоровья предоставляют справку об установлении инвалидности или же заключение Центральной медико-психологической ПЕД-комиссии, где прописываются условия, которые необходимо создать ученику при сдаче итоговой аттестации, рассказывает директор Регионального центра информационных технологий Светлана Кулакова. Подача заявлений возможна после установленных сроков, не позднее, чем за две недели до проведения соответствующих экзаменов, но для этого нужна уважительная причина, подтвержденная документально. Участники пишут заявление, прикладывают документ, подтверждающий причину, почему они не могли подать своевременное заявление. Это все рассматривается на заседании Государственной экзаменационной комиссии и принимается решение о том, допустить такого участника к сдаче экзаменов или нет. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, днем местами осадки в виде небольшого дождя и снега. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 1 до 6 градусов тепла. Утром на дорогах местами гололедятся. В горах плюс 7-12 и выше 2,5 тысяч метров сохраняется лавина опасность. В Черкесске без осадков, в ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, столбик термометра поднимется до 5 градусов выше 0. На этом информационный выпуск завершен. Его провела Рита Нирова. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!